здравствуйте как мы моем полностью двигатель то есть комплекс и двигатель за двигатель ответственность внесем да да это я знаю багажник надо не покажите нам по кузову полировочку воск мне не надо ничего во второй бокс проезжай сюда это один из новых для нас проектов переднеприводный автомобиль мы имеем опыт установки такого опыт работы с такими машинами это волга сайбер он же chrysler sebring оборудование для выпуска этого автомобиля была куплена заводом газ выпущена несколько лет выпускали эти машины вот и потом производство каким-то причинам свернули видимо не пошла может быть еще что-то но тем не менее эти машины катаются машина ну как сказать обычная ничего такого выдающегося я не вижу пока в ней динамика посредственно я думаю что установкой мотора фонды 63 2 литра 260 лошадиных сил мы эту проблему исправили мотор в принципе здесь 2 и 4 рядная четверка откровенно слабоват на самом деле вяленький разгон коробка хорошо кстати работает мне нравится ну чё скажешь ну как посредственная машинка такая я слышал от владельца что она вот где-то в районе с двух до трех тысяч вообще как-то не едет у нее динамика вообще какая-то вялая и тормоза мне не очень понравились целом а тормоза он будет переделывать он надо приедет к нам да по тормозам позже приедет пусть ставим двигатель это будет конечно полное вот так откровенно слабоват моторчик ибо конечно вот именно этого и не хватает помыли все сань специально чтобы можно было работать в чистоте да не в обиде и комфорте прошу заметить вот с тормозами надо что-то будет делать а тормоза он знает во первых тормоза у него изношены и дубовая педаль в курсе а во вторых он как бы это самое будет переделывать у нас тормоза но не прямо сейчас а так в целом неплохо в принципе рулится она нормально салончик как у всех американцев простой то есть выдающегося ничего нет о смотри сань такие же мозги как на доджи да вы тоже он и есть они все одинаковые они разные машины делают а начинки все одна и та же ладненько все давайте сейчас попозже загоним к обеду и приступим включая здесь брошу пошли снизу посмотрим снизу снизу подравничаем смотри какой массивный ну куда я посмотрю что-то есть хорошо да вал приводной здесь длинный без промо опоры здесь вал ну понятное дело ты уверен? да да вот он отсюда прям от коробки идет а что у нас с глушаком здесь? глушак в принципе живенький да? у него выпуск нормальная сторона да? в смысле нормальная сторона? здесь нормальная то есть сзади двигателя не как у обычных приводных под моторов ну короче надо защиту снимать нам видно будет так что еще здесь интересно смотри суппорта у него здесь крепится два болта то есть он в будущем хочет менять тормозную систему на транс бэмбов да поле тут присутствует четыре поршня поставить да? ладненько что давай за инструментами будем тихонечко разбирать пошли и перед вами Волга Сайбер кто не в курсе Волга Сайбер делалась на горьковском автомобильном заводе по лицензии то есть по русски говоря это не Волга а Крайслер Себринг с двигателем 2.4 литра четырехступенчатый коробкой автомат минимальным электропакетом и соответственно мощностью точно не скажу там 150-160 лошадиных сил понятное дело что мощности было мало и встала задача что туда установить итак машина переднеприводная места под капотом не так уж много как в классической Волге долго мы думали что можно установить мерили были варианты Mitsubishi V6 2.5 литра благо на нашем блоге соответственно была машина Mitsubishi Lancer и в нее был свап 2.5 литра V6 6А13 модель двигателя с четырехступенчатым автоматом но взвесив все за и против пришли к выводу что развал блока Mitsubishi и многих кстати Toyota слишком большой выбор пал на Honda V6 3.2 литра в варианте второго поколения 260 сил с пятиступенчатым автоматом с небольшим развалом блока он очень компактный компактная коробка маленькая и соответственно без практически без каких-то сварных работ по кузову его мы смогли сюда уместить несмотря на то что двигатель компактный все равно пришлось столкнуться с несколькими трудностями в первую очередь переделали абсолютно все опоры применили гидроопоры от Toyota соответственно сделали кронштейны переходники боковых опор передний и задний радиатор оставили штатный изготовили подачу антифриза из нержавеющей трубы оставили крышку от родного 2.4 мотора Волги Сайбер он же Chrysler Sebring такие моменты как фильтр воздушный также использовали от автомобилей которые в данный момент изготавливаются это можно приобрести в любом магазине в частности это УАЗик Буханка по-русски говоря приводные валы по классической технологии сделали сварные она в принципе технология проверена не на одном автомобиле как вы можете заметить в нашем блоге я уже говорил про Mitsubishi были еще переднеприводные автомобили лянча тема тоже с муцубийским мотором V6 2.5 литра там также валы валы сращивались втулкой переходной проваривалась центровка производилась на токарном оборудовании и по сей день уже спустя там полтора года или даже два уже никаких проблем все работает во всем этим моментом как что мы ставили я могу долго рассказывать объяснять я думаю мало кому это интересно где что приварено от чего нашли и так далее единственное я расскажу про моменты про трудные с которыми мы столкнулись в предыдущем видео по американцу напомню это был Dodge Magnum и там был Swap V8 4.3 литра вернее не то что наш Swap а была переделка за каким-то другим сервисом который начал Swap и не смог закончить я в том видео говорил что нельзя начинать Swap не сделав анализ старого двигателя старого блока управления который к слову здесь остался не сделав анализ всех датчиков в частности каншины приборка работает по каншине АПС работает по каншине соответственно система кондиционирования также работает по каншине итак мы внутри Волги Сайбер основные моменты первое включаем зажигание загорается в принципе все контрольные лампочки сейчас еще раз покажу которые есть давление масла airbag занос АБС чек аккумулятор еще разочек показываю так топлива у нас мало но это понятно не пристегнут ремень пробег соответственно датчик уровня топлива уже заработал датчик температуры также заводим все погасли контрольные лампочки заработал тахометр горит чек сразу скажу что да у нас есть кое-какой косячок пока непонятно потому что у нас приболел сейчас электрик к сожалению ну вот и пока не можем разобраться буквально завтра мы этот вопрос решим будет диагностика будет ноутбук и мы решим потому что мы естественно вывели разъемы БД-2 чтобы в любом сервисе мог человек приехать и продиагностировать и так приборы все работают печка также работает система кондиционирования вот пожалуйста я включаю опросили обороты тут же пошел сигнал в мозг мозг прибавил 150-200 оборотов и обороты выровнялись ну а сейчас мы все-таки проедемся и посмотрим как он в движении кстати этот двигатель с праворукого автомобиля honda inspire с внутреннего рынка японии и у него ограничитель на 180 км в час то есть я ездил по трассе 179 все бык она упирается и больше никуда не едет вот владелец не пожелал снимать ограничители хотя переходники от компании дм гаджет работают просто идеально в данном случае здесь переходник установлен на спидометр о спидометр тоже буквально чуть-чуть ремарку вставлю в этой машине спидометр тоже необычный просто так не получится его сделать он работает не по минусу как у всех автомобилей а по плюсу поэтому тоже были небольшие трудности но буквально там за 20-30 минут телефонных переговоров с компанией дм гаджет выяснили какие резисторы нужно перепаять в микропроцессорном переходнике тут же все заработало поехали в общем и целом на дорогах стало еще одним автомобилем свапки там автомобилем больше до новых встреч